Уж чего-чего, а стеснению на этом паркете точно не было места. А вот раскованности хоть отбавляй. В очередном туре танцплантации в этот раз сошлись школьники многопрофильного лицея. И через танцы доказали, в их жизни есть место не только для учебы. Наставниками стали сами родители. Три месяца готовились, ну три. Два раза в неделю, по полтора часа. И, конечно же, мы победим. Конечно, супер-кеды. Это третий А. Наш любимый третий А. И пока папы занимались физической подготовкой танцоров, мамы до мелочей продумывали их образы. В тренде оказались исключительно яркие цвета. Наша команда называется «Радуга». Видите, мы стикеры наклеили, у всех разноцветные наклейки на руках. И мы все в разных футболках. И, конечно, наш главный элемент – мамы, родители, дети. И мамы. У нас такой красивый фонтанчик из «Радуги». А дальше дело за малым – показать то, чему так долго вместе учились. И если одни решили срывать овации командным выступлением, то другие – за счет индивидуального мастерства. Сначала я просто начинаю дозвать куски. А потом ты слышишь музыку, тебя прям бодражит, и тебя ноги сам водятся просто. Ты думаешь, что делать. А только думаешь, что дело уже делает. Самая сложная задача выбрать лучших досталась жюри. Жаркие споры начались еще за судейскими столиками и продолжились в совещательной комнате. Я сразу же после второго танца сказала, что я в домике. Это очень сложно. Мы сейчас пошли обсуждать. И как определить сильнейшего, не знаю. И пока судьи совещались, болельщики устоять на месте не смогли. Ожидание результатов постепенно переросло еще в один конкурс. На этот раз среди родителей. Праздник. Здесь очень весело. Поэтому устоять на месте невозможно. Педагоги в движениях оказались чуть сдержаннее, но своих эмоций не скрывали. Из-за своих воспитанников болели ничуть не меньше их родителей. Ведь основная часть подготовки к танцевальному марафону проходила именно в школьных стенах. Такая физическая активность идет на плюс детям. Это объединяет коллектив. И вот этого задора, этой энергии хватит, думаю, как раз для следующего времени, когда пойдет очередной этап на всплантации. А следующий этап уже не за горами. 16 мая в Вологе состоится грандиозный финал. На одной площадке встретятся лучшие команды из разных школ. Лидеры борьбу продолжат уже в Череповце, на региональном этапе танцплантации. Евгений Осколков, Дмитрий Парфенов. Новости Вологды.